С той стороны позаходили, окружили деревню, обстреляли. До того, что пули летают пыхать, я кажу, на чем не укладись на полу. Лежим на полу, у окна не стало ни одного, чем окна повылетали. Действия палачей из уст свидетеля, единственного взрослого, который выжил в огне Хатынского сарая, деревенского кузнеца Иосифа Каминского. Он подробно рассказывает о смертельном понедельнике, 22 марта 1943 года. Говорит, крыша, это огонь сипится на голову, и загорелась, и тут ищена, и солома, и загорелась, и душатся люди. Сын, тата, тата, живы. Ходил, вставай, поехали-то же уже. Вставил, его бычал, отяжил, его и кишки уже. И вылезли, потянул, более трюбух, выкачився. Все, только я сейчас спросил, надо тяжело. В фильме в 69-м Каминский не говорит, кем по национальности были каратели. Об этом он рассказал в 61-м, следователям Комитета госбезопасности, которые расследовали преступления нацистских пособников. Тогда и стало известно, что Хатынь уничтожали украинцы. 118-й полицейский батальон и украинский взвод батальона СС Дирлевангера. Но тогда этот факт замолчали. Не афишировали его и в 70-е, когда прошел первый процесс над хатынскими палачами. И в 86-м, когда судили Васюру. Это была просьба советской Украины. Ее поддержало руководство Советского Союза. Опасались межнационального конфликта. Когда открылись новые обстоятельства, и то же дело Васюры 86-го года, опять-таки оно имело резонанс. На тот момент это тоже докладывалось. На тот момент первым секретарем СК Компартии Беларуси был Николай Хаслинков. И, на мой взгляд, был у них телефонный разговор с Владимиром Щербицким, с первым секретарем Компартии Украины. И в советское время об этом не говорилось. Нацистское формирование было основано в Киеве летом 42-го года. Ударную первую роту составили бойцы Буковинского Куреня. Командиром стал немец Кернер, его замом украинец Смовский. Боевую подготовку проводил Васюра, который прибыл в Киев после окончания школы пропагандистов Германии. В декабре 42-го 118-й украинский полицейский батальон перебрасывают в Беларусь. Здесь Васюра возглавляет штаб батальона и руководит первыми операциями. Васюра при задержании тех же двух партизан вместе с Луковичем, это был переводчик 118-го батальона, после допроса жесткости при допросе партизан, зажимал пальцы между дверей присутствии даже свидетелей, а потом вывели во двор, заставил и он лично рыть могилу, яму и лично расстрелял одного из этих задержанных, партизан. 118-й украинский полицейский батальон в Беларуси был частью ударной силы в проведении карательных акций. Под предлогом борьбы с партизанами украинские палачи уничтожали мирное население, сжигали деревни, занимались грабежом сельскохозяйственной продукции и угоном трудоспособного населения в немецкое рабство. Часть подразделений размещалась в Плещеницах, часть – в Слуцке. В Слуцке и 2-я рота 118-го украинского полицейского батальона размещалась недалеко от границ гетто. Из окон казарм были хорошо видны еврейские дома. Украинцев привлекли для охраны гетто, но часто их работа сводилась к тому, чтобы насиловать женщин и девушек. Палачей привлекли и для ликвидации гетто в феврале 43-го года. Людей уничтожали почти сутки. Против узников применяли огнеметы. Полицаи 118-го батальона добивали живых, а в убегающих бросали гранаты. Летом 43-го украинских садистов перебрасывают на территорию современной Гродненской области. Участвуют в карательной операции «Герман», в ходе которой уничтожают группу евреев на Лебокской пуще. «Были уничтожены женщины, дети, мужчины, которые там находились. Ну и самое циничное, что после этого уничтожения нашлось ряд военнослужащих со 118-го полицейского батальона, которые полезли в эту яму. И вот среди этой костей, извиняюсь, мяса, среди этого самого они искали ценности. Золото, то есть снимали кольца, снимали это самое все. И вот, по-моему, КНАП, он говорит, что в своих показаниях я помогал вылазить одному из этого с ямы, потому что землянки были глубокие, а после этого он не мог вылезать, а это он мне дал обручальное золотое кольцо». За это преступление израильский центр Симона Визенталя, занимающийся розыском нацистских преступников, вносил одного из самых жестоких полицаев 118-го батальона Катрюка в список наиболее разыскиваемых лиц. Канада, где жил Катрюк, не выдавала его ни Советскому Союзу, ни Беларуси, ни Израилю. Последний палыч Хатыни умер в 2015 году. «Даже сегодня существуют какие-то юридические возможности посмертно их признать виновными, основываясь даже на тех документах, тех свидетельских показаниях, которые остались, виновными в непосредственном участии в кратерных акциях. Это будет нашим, наверное, моральным долгом перед теми, кто погиб, признать их виновными и осудить их даже спустя 80 лет после трагических событий». Спустя 80 лет преступления полицаев 118-го украинского батальона ассоциируют исключительно с Хатынью. Возможно, это связано с тем, что Хатынь сегодня стала синонимом трагедии белорусского народа. Не последнюю роль играет этот факт, что в современной исторической науке практически не анализируют преступления этого подразделения. О ранее неизвестных карательных акциях украинских нацистов в главном эфире Елена Бормотова, Андрей Градобоев и Виталий Селявка.